Человек, у которого остались вопросы к своему сопернику. И это чемпион Африки по кипбоксингу и чемпион Камеруна по боксу. Тот самый Тайзан Ди Жон. Вес Тайзана Ди Жона зафиксированный составил 92 килограмма ровно. И его соперник, который пропустил мне в уши все титулы, которые я называл на ушлем матча, видно, это неинтересно. Ему интересно, когда интересно вам. Известный, нашумевший и опасный Вячеслав Даций. 120 килограммов ровно. Сон к лицу. Стали на расстоянии метр. Что у вас привело сюда? Вот вам. Что скажете? Вот для многих стало сюрпризом, что у тебя соперником стал Тайзан Ди Жон, человек, которого ты уже побеждал. А насколько тебя устраивает выбор соперника? А, ну это стало сюрпризом и для меня. Я готовился к другому бойцу, более серьезному. Даже там, в связи с простудой, думал, может это немножко перенести бой. Ну, тут выходят такие сюрпризы и за три дня до боя узнаю, что если на кого готовился, с тем боя не будет. Дали опять реванш Тайсону попробовать. Какие у тебя первые ассоциации вот с первым боем вашим, с Тайсоном? С чем он у тебя ассоциируется? Ну, с таким жареным петухом. Вечно он носится по рингу и избегает драки. Придется опять ловить. Ну, вот в первом бою он действительно запомнился тем, что он очень много передвигался. Ты его очень много пытался догнать. А в чем будет разница в реванше и будет ли она? Я думаю, ни в чем. Будет еще быстрее бегать. А сможешь ли ты его догнать условно? Ну, я опять похудел. Так что как-нибудь догоним. Какая у тебя картина, когда ты себе представляешь реванша, есть ли у тебя, знаешь, визуализация, как он может закончиться? Ну, я надеюсь все закончить, как и в прошлый раз. Выбросив за канаты. Ну да. Ну, постараемся по правилам бокса. Как раньше в Барсе или Муай-Тай нельзя. Ну, ты же сейчас уже более дисциплинированно ведешь бои. Ну да. Дисквалификации не лжи. Тем более кому-то дарить победу за счет дисквалификации очень не хочется. А вот ты в своем обращении в Инстаграме написал ему «Не носись по рингу, как резанный петух». Вот какое значение ты вкладывал понятие «петух» в контексте этого обращения? Ну, самое прямое, которое и вкладывается. Животное? Ну, на ринге посмотрим, захочется он ответить или нет. За базар. А меня это не сиротно. Был момент в прошлом бою, когда он тебя ударами, например, беспокоил своими? То есть, что тебе было неприятно? Меня его удары вообще не беспокоили. Ну так, заносливая муха летает, жужжит. Ну, единственное, что у него тактика, стратегия такая – бегать, прыгать, махать руками. Якобы ударил, чтобы судьи там считали очки. Ну, как бы я много не машу. Ну, зато у меня и удары, если попадают посерьезней. Наверное, вот для людей, которые за тобой следят в интернете, для них главный реванш твой, ну, возможный. Это реванш с Гаджи Автоматом. Насколько тебе было бы это интересно? Насколько тебе это принципиально, скажем так? Мы встретимся в спортзале, я думаю, без камер, поработаем. Ну, все нормально будет. Недавно была пресс-конференция «Хардкора», и там объявили о том, что с твоей командой идут сейчас переговоры, потому что ты подрался с Максом Топором на голых кулаках. А насколько тебе часто вообще приходилось выступать в формате голых кулаков? Ну, по правилам, естественно, не за пределами. Ну, мы вообще-то и начинали всю жизнь на голых кулаках биться как по панкратиону, как на кулачных боях, на абсолютных поединках. Голые кулаки – это нормально. Ну, то же самое, что и на улице. Это как бы моя стезя. Но я перешел, скажем так, в элитный, в классический вид спорта – это в бокс, как бы поднялся. Ну, как бы предложения поступают. Летов Яша ведет переговоры. Так что, все возможно, могу выйти. Просто, знаешь, мне даже казалось, что в твоей формации голые кулаки – это, в принципе, такой тебе более подходящий вид спорта, потому что это, ну, напоминает уличную драку. Вот насколько для себя комфортнее, так скажем, без перчаток, без всего драться? Так, понятно дело, там меньше правил, где меньше правил, там мне и комфортнее. Но я же сказал, что я перешел, как бы, в интеллигентный, высококлассический вид спорта. Как бы, в высшую стадию, в высшую касту. Вот. А там я всю жизнь бился. Вот, если углубиться в историю, сколько раз ты ронял людей в боях на голых кулаках? Ой, а кто эти бои-то считал? Мы, вон, раньше бились в арене, в тундре, пятница, суббота, воскресенье, там, по три восьмерки. В конте, там, каждый месяц бои проходили. Там, этих боев, боев, никто даже не считал. Я только с одним Максимом Ивановым, с хирургом, боев 15, наверное, провел. Если еще затронуть тему реванши, то периодически всплывает, ну, возможный, по крайней мере, твой реванш с Артемом Тарасовым. По крайней мере, он об этом периодически говорит. Вот, насколько тебе это интересна история, и насколько, как ты думаешь, это осуществимо? Так он же вроде победил. А что он себе реванш-то хочет взять? Тем более, тут уже по боксу вызывает. Ну, я слышал такие предложения. Опять же, мои менеджеры ведут переговоры. Ну, если... Ну, к тому же, Саша Емельяненко вроде боится со мной биться, он решил вроде как с Темой Тарасовым подраться. Ну, что, перед боем с Сашей проверю Тему, укажу ему на его недостатки. А как ты думаешь, бой Артема Тарасова и Александра Емельяненко, это вообще, ну, что-то воплотимое? И насколько это такой, знаешь, бой, который имеет смысл? Ну, Саша же боится с серьезными соперниками биться. Он ищет кого полегче. Ну, думай, что, Тема-то там полегче, вроде как 85 кг. Вот, что не сразиться. Хотя с печенкой Саши, я могу сказать, Тему он еще фиг догонит, чтобы по нему попасть. А бегая за ним, он просто, у него печенка отвалится бегать за Темой. Так что у Темы там шансы есть. Вот, а как ты считаешь, насколько для тебя будет, если вдруг бой с Тарасовым состоится по правилам бокса, комфортнее драться с ним? Потому что у тебя, наверное, не будет того преимущества, которое было, например, когда вы дрались по правилам ММА, ну, в смысле борьбы и габаритов. Вот, не тяжелее ли тебе будет по боксу с ним драться? Ну, понятное дело, и Тема опять на скорости, шустрый, будет бегать. Ну, ринг квадратный. Вот, земля круглая. Ну, куда он денется? Почему, вот, если у Кокляева не получилось, почему у тебя должно получиться? Ну, Кокляев не провел всю жизнь в ринге. Он занимался железом. Это для него был всего лишь второй бой. Как бы, ну, Мишаня молодец, он там тренируется, готовится, как бы, поменял вид спорта. Ну, а я всю жизнь живу в ринге. И последнее, вот, если короткой строкой, твой прогноз на завтрашний бой с Тайсиным Дижоном, вот, как ты видишь, как он закончится? Ну, надеюсь все повторить, и что на ринге останется только один.